Привет, друзья! Это канал Ваня Научи, меня зовут Иван Захаренко, и сегодня самый долгожданный разбор, которого вы все так долго просили. Сегодня мы разбираем песню Jocelyn Flores от исполнителя XXXTentacion. Песня действительно очень красива, со сложным и глубоким смыслом, и сегодня разберем ее вместе с вами. Если хотите услышать мой полный кавер на эту песню, вот здесь вот оставляю специально для вас ссылку, и в описании также можете ее найти. Ну а сейчас еще раз сыграю то, что мы сегодня разберем, но перед тем, как я это сделаю, ребята, обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, потому что я знаю, что 51% из вас смотрит наш канал без подписки, поэтому, друзья, давайте исправим эту несправедливость, и прямо сейчас сделаем красную кнопку серы, всегда мечтал это сказать, чувствую себя Владом бумагой. Друзья, нажимайте на эту кнопку, и как только нажмете, я сразу начну играть. Так, давайте. Нажали? Вот, вот. Нажали. Нажмите. Так, ребята, давайте еще раз. Прямо сейчас нажали на кнопку подписаться, и я начинаю играть. Готовы? Нажали? Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, если вы сразу хотите перейти к разбору и не хотите никаких сложных вводных теоретических терминов, то вот здесь вот оставляю для вас тайм-код, просто мотайте сюда и переходите сразу к разбору. Но для тех, кто остался, друзья, сегодня мы с вами разучим 4 новых термина, которые нам пригодятся для изучения этой песни, да и вообще в целом для изучения музыки любой. Мы станем немножко умнее в музыкальном плане, а именно понятие доля, слабая доля, синкопа и пунктир. Ну и также для тех, кто уже ушел, забыл совсем сказать, что для того, чтобы сыграть эту песню, у вас очень хорошо должно получаться баре на втором ладу. Но даже если у вас оно пока не получается, не расстраивайтесь, уверен, что когда перейдем к разбору этой песни, то открою вам секреты прижатия этого сложного баре. Итак, давайте обо всем по порядку. Слово доля в целом в музыке означает то же самое, что и в обычной жизни. Доля, доля компании, доля пирога или долька апельсина. То есть доля это часть чего-то целого. В нашем случае доля это часть такта. Такт это единый смысловой отрезок. Если вы видели ноты или табы, то как раз таки музыка записывается в тактах, и они друг от друга отличаются вот такой вот вертикальной чертой. Итак, доля получается это часть такта. И, соответственно, доли бывают сильные и слабые. Тут еще все проще. Сильная доля это те доли, в которые мы качаем головой или топаем ножкой, когда слушаем музыку. Например. Видите? То есть те доли, в которые мы, собственно, сопереживаем музыке, чувствуем. Раз, два. Раз, два. Также сильная доля мы слышим, когда включаем метроном и пытаемся играть под метроном. Что-то типа того. Раз, два. Понятно, да? Отлично. Ну, а слабые доли это, соответственно, противоположные сильным долям доли. Долям доли. То есть это те доли... Дай в щепру. Дай в щепру. Ну, а слабые доли это, соответственно... Отлично. Ну, а сл... Жесть. Тут жарко. Ну, а слабые доли это, соответственно, противоположные сильным долям. Например, в музыке регги очень хорошо они слышны. И, два, и, три, четыре, и. Все, что играется на и, получается. В нашей песне слабые доли тоже очень важны, потому что практически вся мелодия строится на слабых долях. Вот обратите внимание. Ну и здесь мы плавно переходим к следующему понятию, которое называется синкопа. Достаточно сложное слово, но на самом деле все очень просто. Акцент, который мы сыграли на слабую долю, и называется синкопа. То есть слабая доля, это просто и, все, что не сильное. А вот если мы сыграли акцент на слабую долю, и при этом дальше пропустили, скорее всего, сильную долю, то тогда это уже становится синкопой. И вот здесь вся песня практически усыпана синкопами. Видите, специально их вам выделяю. Но думаю, что понятнее станет, когда мы начнем с вами непосредственно разбирать. Уже, как минимум, эти слова вам не будут резать слух. Ну а что такое пунктир, я расскажу немножко позже, когда мы дойдем непосредственно до того момента, где он будет использоваться. Итак, теперь переходим к разбору. На первом ладу я использую каподастр для того, чтобы играть песню в оригинальной тональности. Если у вас его нет, не беда. Фактически разница буквально в полтона, это не так критично. Так что, если он есть, то будет здорово использовать. Если нет, не переживай. Итак, вся песня делится на две большие структурные части. Первая из них звучит так. То есть, основная тема наша. Потом она же с перкуссией. А вторая часть, B, это медленная красивая часть. К ней перейдем чуть почь. Давайте начинать с самого начала, с первого такта, с первой темы. Итак, первый кусок звучит еще раз для вас. Специально играю так. Внизу вы, кстати, можете видеть табы. И давайте вместе со мной. Отлично. Давайте по порядку приступать. И начинаем мы с того, что играем 4 открытые струны. Шестая, четвертая, третья, вторая. И играем не просто аккорд. А видите, такое обозначение. Волнистая линия вертикальная. Это означает арпеджиато. Тоже сложное слово. Но в целом, проще, если сказать, то это быстрый перебор. То есть я играю не одновременно все 4 струны, а начинаю с шестой, шестая, четвертая, третья, вторая. Быстрый перебор. Да, потренируйтесь отдельно. Сыграли. Шестая, четвертая, третья, вторая открытая. Дальше прижимаем вторую струну на втором ладу. Дальше ее же на третьем ладу. Дальше дожимаем первую струну на пятом ладу. Мизинцы. И играем одновременно первую струну на пятом ладу и вторую струну на третьем ладу. Вот, оставили эти два пальца, пока их не снимаем. Да, друзья, очень важно, чтобы вы прислушивались к моим рекомендациям по поводу пальцев и делали именно теми пальцами, которыми я рекомендую. Если хотите, чтобы звучало похоже, потому что очень часто вы отмечаете меня в инстаграме и вижу ваши камера, вроде все правильно выучено, но по ритму и по каким-то длительностям чуть-чуть не соблюдаете и получается звучит уже не то. Поэтому первое это ритм, второе это пальцы, именно те, желательно, которыми я рекомендую. И, кстати, друзья, подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, отмечайте меня, выкладывайте свои камера, буду всех постить в сториз. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Дальше идем указательным пальцем, прижимаем шестую струну на третьем ладу. А дальше у нас достаточно необычный прием. Вот такое сложное баре. Отпускаем мизинец на пятом ладу. И держим бас, продолжаем держать бас на шестой струне на третьем ладу. И при этом мы должны положить баре так, чтобы прижать первую струну на втором ладу. То есть средний палец остается на второй струне на третьем ладу. Сыграли бас. И этим же указательным пальцем, который стоит на третьем ладу, прижимаем первую струну на втором ладу. Довольно необычно, но очень функционально. Сделали это. Дальше вновь прижимаем мизинцем первую струну на пятом ладу. И опять играем первую струну. И вторую. Она все еще прижата на третьем ладу. Сыграли эти две ноты. И дальше переходим в баре на втором ладу. Тут уже будет оно заново ставиться. Прижимаем пятую струну на втором ладу. А дальше отпускаем наши вот эти два пальца. И будем играть также на баре третью и вторую струны на втором ладу. Давайте проверим. Баре. Отпустили все и сыграли, соответственно, пятую, а потом одновременно вторую и третью. Все на втором ладу. Дальше мы будем играть уже шестую струну на втором ладу, также в баре. И затем будем играть четвертую, третью и вторую струну также на втором ладу. То есть все это баре. Но обратите внимание, что я кладу баре два раза. Мне так просто удобнее. Про что я говорю? Вот здесь баре положил для того, чтобы у меня прозвучали вот эти две ноты. Я использую вот здесь вот косточку, чтобы попадать именно в третью струну. Она самая мертвая в плане баре. То есть сложно ее прозвучать. Конечно, можно было бы сразу большое баре положить на все шесть струн, чтобы не мучиться потом, не переставлять его. Но так вам реально придется давить изо всех сил, и рука под конец песни просто отвалится. Поэтому я экономлю усилия еще раз. Вот после первого такта. Смотрите, кладу баре на пять струн, то есть только на пятую. Сыграл вот эти две первые ноты, а затем перекладываю баре, тем самым экономя усилия, это очень важно, позволяйте своей левой руке отдыхать. Раз, снял. И коротко вот здесь вот сыграл как раз-таки ту самую синкоп, про которую мы говорили в начале. И раз, и два, и три, и четыре. Обратите внимание, что когда мы во второй раз сыграем баре, шестая, и аккорд на четвертый, третий, второй струнах, то бас очень короткий, он как будто стремится в этот аккорд. Тут-та. То есть мы его тут-та. Мыслим в аккорд. Давайте теперь послушаем все эти два такта с точки зрения ритма. Постарайтесь со мной медленно повторить. Вот что у вас должно получиться. Обращайте внимание, пожалуйста, на те самые синкопы, про которые я вам рассказывал. То есть басы всегда играете тише, а вот то, что на первых струнах играете ярче, это и будут синкопы, это будет ваш вокалист. Видите, как это качает действительно. Старайтесь не спешить. И последние две ноты во втором такте, которые у нас с вами остались, это вторая открытая струна и третья струна на втором ладу. Тут очень важно, в каком темпе, в каком ритме вы их сыграете. Я говорил вам про четвертое понятие, это слово пунктир. Обратите внимание, если посмотрите на длительность, которыми записано, то увидите, что рядом с ноликом стоит точка, а у двойки есть короткая такая засечка. То есть, что это значит? Пунктир — это когда первая нота чуть-чуть длиннее играется, вторая чуть-чуть короче. То есть, если бы мы играли с вами ровные две ноты, звучало бы так. То есть, при переходе в следующий аккорд. Та-да-да. То есть, пунктир — это когда первая нота за счет второй удлиняется, а вторая, соответственно, укорачивается. Что это значит? То есть, вторая открытая струна будет длинной, а вот эта двойка на третьей струне будет короткой. Давайте попробуем соединить все. Раз и два. То есть, обратите внимание. Раз и два. Это без пунктира. Это две ровные, одинаковые ноты. Та-да-да. А с пунктиром это будет та-та-та. Та-та-та. Вот так. Па-па-па. Вот это и есть пунктир. То есть, когда первая нота с точкой, она длиннее, а вторая короткая. Давайте проверим все наши два такта и пойдем дальше. Отлично. Я уже играю аккорд из третьего такта. В целом, он такой же, как и в первом. Опять же. Шестая, четвертая, третья и вторая открытая струны. И присоединяем это арпеджиато к нашим пунктирным нотам. Довольно непросто. Если у вас не получается здесь арпеджиато, можете от него отказаться, потому что соединить с пунктиром сложнее. Итак, переходим в третий такт. Начинаем его как раз-таки с аккорда на открытых струнах. Дальше играем вторую струну на втором ладу. Затем на третьем ладу. Дальше идем на девятый лад. На первой струне. Здесь у вас достаточно такой сложный переход в левой руке. Нужно очень точно попасть и делать это мизинцем на девятом ладу. И после того, как сыграли девятый лад, играем такой протяжный слайд и будем целиться мизинцем уже в пятый лад. И тут на подмогу ему придет еще средний палец на третий лад на второй струне. То есть вот эти две ноты. Те самые тройка и пятерка, про которые мы раньше говорили. Сыграем девятку и скользим вот этими пальцами в тройку и пятерку. Но до того, как мы сыграем эти две ноты, мы сыграем еще бас на шестой струне на третьем ладу. То есть мизинец со средним целится в третьей и пятой лады на второй и первой струны, соответственно. А указательный палец целится в бас на шестой струне на третьем ладу. Вот как это звучит. Сыграли бас указательным пальцем и потом сразу же сыграли эти две ноты. Давайте послушаем. То есть сыграли слайд. Далее сыграли бас на третьем ладу на шестой струне. И только после этого извлекли наши две ноты, тройку и пятерку. Давайте проверим еще раз. Отлично. В целом с этим разобрались. Самый сложный и красивый момент. Дальше вновь баре на втором ладу. Аккорд БМ7. Здесь все понятно. Пятая струна на втором ладу. Третья струна, соответственно, тоже на втором. Под баре. Средний палец прижмет вторую струну на третьем ладу. И еще сыграем первую на втором ладу также. И опять же, разложенный такой аккорд получается. Сначала бас, а потом непосредственно третья, вторая и первая струны. То есть пятую дернули, и потом сразу же первые три струны. Давайте проверим. Теперь давайте посчитаем по ритму. Раз, и два, и три, и четыре. Вот тут та самая синкопа, про которую мы опять же говорим. После того, как вы сыграли. После слайда. Вот эти две ноты сыграли. Слайд, бас, интервал. Две ноты, первую, вторую. Тут надо вот подождать. Это и есть синкопа. Сильную пропустить. Давайте вместе посчитаем. Раз. Сказали раз, например, и сразу же потом играем аккорд, разложенный. БМ7. Давайте еще раз. 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 И сразу же бас аккорд. Далее переходим в четвертый такт. Итак, на первую долю в четвертом такте у нас ничего нет. Мы все еще длим аккорд, который сыграли в конце третьего такта. Опять же, это снова синкопа. В конце сыграли аккорд. Дальше на первую долю четвертого такта ничего не делаем. Длим, вернее, наше баре. Далее вновь прижимаем первую струну на пятом ладу. Дожимаем мизинцем. И будем играть вторую струну. Она у нас прижата на третьем ладу. Все еще средним пальцем. Просто дожали первую струну мизинцем на пятом ладу. И сыграли одновременно в правой руке вторую и первую струну. Давайте проверим третий и начало четвертого такта. Раз. Опять же, там где у нас синкопа, на сильную долю всегда говорите раз. То есть это фактически синкопа, это пропуск сильной доли, которая была до слабой, которая будет после слабой. Раз. И здесь снова опять же пропуск. После того, как сыграли тройку-пятерку, пропускаем. Там, видите, пустота у вас. И дальше переходим опять в большое баре на втором ладу. Аккорд F-D-E-S-M-7. То есть, что мы делаем? Поставили баре на втором ладу. И сыграли шестую на втором. А затем одновременно четвертую, третью, вторую. То есть, бас и сразу же аккорд. Та-дам! Довольно быстро это делается. Тут самое главное с ритмом разобраться. Давайте еще раз третий, четвертый такт проверяем. И вот этот аккорд, который мы прижали, баре на втором ладу, длим до конца такта. Давайте вместе посчитаем. И, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Вот так вот звучит наш четвертый такт. Итак, друзья, у нас готово с вами четыре такта. Надеюсь, пока разбираетесь. Давайте проверим. Очень медленно вместе со мной попробуйте сыграть. Опять же, используйте функцию замедления у YouTube. Можно замедлить. У меня на 0,75, даже на 0,5. Используйте эту функцию. И давайте медленно вместе сыграем. Три, четыре. Очень важно чувствовать пульсацию. То есть чувствовать долю. Можете себе при этом притопывать ногой. Вот каждую сильную долю выделять ногой. Супер! Дальше повторяем все то же самое. Еще раз. Четыре такта. Но в конце четвертого мы будем делать следующий удар. Три и четыре. То есть на четыре просто делаем вот такой вот щелчок. Щелкаем большим пальцем по басовым струнам. И при этом еще я выбрасываю пальцы по верхним струнам. При этом левая рука у меня глушит. Вот здесь струнами легонечко касаемся. То есть не прижимаем, а просто коснулись. Ну просто шум какой-то создаем. То есть наш четвертый такт при повторе звучит так. Три и четыре и. Отлично. У нас готова фактически с вами уже основа для нашей первой части. И медленное вступление фактически так и звучит, как мы его разучили. Дальше все, что нам нужно, это добавить сюда перкуссию. И получится уже все та же медленная часть, но уже с красивым битом. Давайте послушаем. Да, важно понимать, что ничего нового в плане прижатия мы не учим. То есть играем все то же самое, что играли до этого. Просто добавляем два удара. Баз-бочка на сильные доли, на раз и на три. И малый барабан на два и на четыре. Тем не менее, давайте пройдемся. Итак, сейчас мы с вами возьмем девятый такт. Опять же играем наш аккорд на открытых струнах. И здесь уже используем баз-бочку. Дальше играем второй лад на второй струне. А вот дальше у нас с вами раньше была вторая струна на третьем ладу. Но теперь на эту долю у нас приходится как раз-таки щелчок. Поэтому будем играть выброс. Прижимаем вторую струну на третьем ладу. И играем вот такой вот прием. Щелкаем по басовой струне. И при этом выбрасываем пальцы так, чтобы зацепить четвертую, третью и вторую струны. При этом очень важно, чтобы вы заглушили первую, чтобы она не звучала. Потому что будет не очень красиво. Я это делаю средним пальцем, подушечкой. Вот так вот ставлю, чтобы первая не звучит. Дальше играем одновременно. Третий и пятый лады мы уже это делали. Дальше на бас третий лад на шестой струне. Опять же приходится бочка. Дальше играем баре. Третий лад на второй струне. И второй лад на первой струне. Тут ничего по перкуссии. Дальше просто играем щелчок. И вот пока играем щелчок, как раз-таки меняем позицию. Занимаем баре на втором ладу. И играем пятую струну на втором ладу. И затем играем тройку и пятерку. Те самые. Итак. Щелчок. Поменяли позицию. И играем достаточно быстро бас. Пятый на втором ладу. И одновременно вторую и первую струны. Вторая на третьем ладу. Первая на пятом ладу. Далее на первую долю в десятом такте играем бас-бочку. А затем отпускаем наши два пальца. И играем вторую и третью струны на втором ладу в баре. Далее играем щелчок. По басовым струнам. И переходим в то наше самое большое баре. Аккорд F-M7. То есть щелкнули и сразу же сыграли бас. А потом одновременно четверть, третью и вторую. А далее играем две бочки. Это очень красиво. И в конце заканчиваем все это дело выбросом. Раз, два. Выброс опять же делаем по тому же баре, который у нас прижат. По четвертой, третьей и второй струнам. Раз, два. Дальше в конце вновь играем пунктир. Который нас переведет опять же в следующий такт. То есть вторая струна открытая. И третья струна на втором ладу. И переходим уже в одиннадцатый такт. Снова играем наш аккорд на открытых струнах. Шестая, четвертая, третья и вторая. Далее вновь вторая струна на втором ладу. Опять же выброс по третьему ладу на второй струне. И по четвертой, третьей открытым. То есть сыграли выброс по четвертой, третьей открытым. и по второй струне на третьем ладуне. Далее идем на тот самый девятый лад. Сыграли его. А дальше вот это движение, помните, которое мы учили? Одновременно с басом будем играть бочку. С басом на третьем ладуне на шестой струне. Дальше сыграли тройку-пятерку. Дальше щелкнули по басовым струнам, просто одинокий щелчок. И пока щелкали, передислоцировались, уже перешли в баррэ, опять же, на втором ладу. БМ7, то есть баррэ на втором ладу, плюс средний палец прижимает третий лад на второй струне. Щелкнули. Сыграли бас, аккорд, то есть пятая струна, затем одновременно третья, вторая, первая. И так у нас закончился одиннадцатый такт. Далее вновь играем на первую долю бочку. Бочка. Далее вновь тройка-пятерка. Затем щелкаем. И далее опять перешли в баррэ большое на втором ладу. Сыграли шестую струну на втором ладу и одновременно четвертую, третью, вторую на втором ладу также. То есть вот что у нас получилось. Раз. И щелкнули. Дальше сыграли бас шестой, одновременно аккорд. И вновь две бочки. Далее будет. Давайте еще раз. Вот обратите внимание, что всегда бас, который идет перед аккордом, он играется очень коротко. Да-дам. Я уже говорил об этом. То есть как будто в аккорд. И вот тут вот переходим к очень интересной фигуре, которая звучит так. Давайте разберемся, что здесь прежде всего происходит. Итак, это четыре ноты, пунктирные. Опять же, обратите внимание, что мы неровно их играем. Итак, на первую долю мы будем играть выброс. По первым трем открытым струнам. Но здесь не просто по первым трем. А сразу после того, как сыграли выброс, сразу же сделали хаммер по первой струне, по второму ладу. То есть средним пальцем ударяю по второму ладу первой струны. Сыграл хаммер. И сразу же левая ударила. Да? Далее играю пуллов на первую открытую струну. То есть срываю. Ударил. И сразу же оторвал. Далее играем вторую струну на третьем ладу. И вновь играем еще один пуллов на второй лад на второй струне. То есть получилась выброс, хаммер, затем пуллов, затем третий лад на второй струне и еще один пуллов на второй лад. Вот. И если бы не пунктир, звучало бы это так. Сравните два звучания. А с пунктиром, то есть с короткими и длинными нотами, это будет звучать так. То есть как будто хромаем на одну ноту. Там-та-там-та-там. Вот простучите, если не понимаете. Па-па-па-па-па. А потом сыграете. И после того, как сыграли вот эту вставочку, вновь повторяем все то же самое, что делали с девятого по двенадцатый такты. И вновь играем эту вставку, и она нас уже на этот раз будет переводить в Б-часть, то есть во вторую, которая звучит так. Да, тут уже совсем другие ноты. Давайте с ними разберемся. Думаю, что с первой разобрались. Итак, начинаем. Мы сейчас находимся в семнадцатом такте. Начинаем его вот с этой связки, с конца шестнадцатого. Обязательно, если будете учить отдельно Б-часть, начинайте именно с этого за такта. Итак, смотрим. Семнадцатый такт. Опять все тот же наш аккорд. Е-М-7. Шестая, четвертая, третья, вторая открытые. Одновременно с бас-бочкой. Тут вообще, кстати, друзья, в первом случае я играю с бас-бочкой. Все, на каждую долю. А затем во второй раз успокаиваю все это звучание и убираю бас-бочку, играю то же самое. Ну, это мое решение. Можете делать и с бочкой, и с бас-бочкой. Давайте я научу вас играть вот именно с бас-бочкой. Думаю, убрать ее всегда сможете. Итак, семнадцатый такт. Поехали. Играем одновременно с бас-бочкой аккорд наш, вот этот Е-М-7. Далее играем вот этот пунктирный, пунктирную вставочку. То есть играем хаммерон по второму ладу. И это будем делать одновременно как раз таки с бас-бочкой. Затем pull-off на первую открытую. Затем вторая струна на третьем ладу. И играем еще один pull-off на второй лад, на второй струне. Давайте еще раз проверим из-за такта к семнадцатому. Далее оставляем средний палец на втором ладу, на второй струне. И дожимаем бас, шестой на третьем ладу. Делаем это одновременно опять же с бас-бочкой. Сыграли ты с бас-бочкой. Далее играем второй лад на третьей струне. Далее вновь играем второй лад на второй струне. Обратите внимание, что пальцы все у меня остаются на месте. Далее вновь играем вторую струну на втором ладу. Одновременно с бас-бочкой опять же это делаем. Далее играем хаммерон мизинцем. Я это делаю. По третьему ладу второй струны. И вновь играем pull-off. Возвращаемся на второй лад. То есть сыграли второй лад на второй струне. Сыграли хаммерон мизинцем по третьему ладу. И вновь сыграли pull-off на второй лад вернулись. Давайте проверим. Обратите внимание, в каком ритме мы играем последние три ноты. Опять же не та-ра-ра, а пунктир. Та-та-та. Та-та-та. Давайте еще раз проверяем. Семнадцатый такт из-за такта. То есть играем окончание шестнадцатого и переходим в семнадцатый. И на каждую сильную не забывайте делать бочку. Да, друзья, обратите внимание, что довольно сложно играть этот пунктир. Тем более с хаммерами и с pull-off. В целом, если вы сыграете просто ровно. Это тоже будет неплохо. Но старайтесь все-таки приблизиться к пунктиру. Довольно непросто, повторюсь. Но включайте медленно и пытайтесь делать это со мной. Дальше переходим в восемнадцатый такт. Вот так будет выглядеть наша позиция. Давайте для начала выставим аккорд. Барре на втором ладу. Пятую струну будем играть. На втором ладу. Затем четвертую на четвертом ладу. Я делаю это мизинцем. И еще вторую и третью струны. Также под барре на втором ладу. И будем играть вот такую последовательность. Пятую одновременно с бас-бочкой. Затем коротко четвертую и одновременно вторую и третью. И сразу после того, как сыграли вторую и третью, играем опять бас-бочку. И далее, как только сыграли бас-бочку, переходим в барре. Новый аккорд. Ф-М-7. Ф-Ди-С-М-7, сори. Бочку. Далее сыграли шестой бас на втором ладу. И одновременно четвертую, третью и вторую струны также на втором ладу. Давайте проверим восемнадцатый такт. Очень важно, чтобы вы разобрались с ритмом. Еще раз. Пятая струна с бочкой. Затем четвертая, одновременно вторая и третья. Бочка. И сразу после того, как сыграли вторую вот эту бочку, поменяли барре. И сыграли бас шестой и одновременно четвертую, третью, вторую. Вот таким образом. Давайте еще раз со мной. Далее сыграли бочку. И после того, как выучили вот этот кусок, обязательно соедините его с предыдущим семнадцатым тактом. И после того, как сыграли бочку, снова играем пунктирную нашу фигуру. Но здесь будет отличаться буквально пару нот. Опять же, начинаем с первой открытой струны и играем хаммер по второму ладу. И здесь же еще бас-бочка. Одновременно с тем, как дергаем первую, играем бас-бочку. Это непросто. Далее играем пуллов на открытую струну первую. То есть сдернули. А дальше играем первую струну на пятом ладу. И затем будем играть вторую струну на втором ладу. Вот таким образом это звучит. Давайте проверим восемнадцатый такт. Далее переходим в девятнадцатый. Здесь будем играть шестую открытую, четвертую открытую, третью открытую. И вторую прижмем на втором ладу. После того, как сыграем аккорд с бас-бочкой одновременно, шестую, четвертую, третью и вторую струны, сразу же сыграем хаммер он по третьему ладу второй струны. То есть сыграли и сразу же ударили. Давайте проверим с предыдущим за тактиком, вот этим коротким. Обязательно соединяйте всегда конец предыдущего такта с началом следующего, особенно когда вот эта фигурка у вас повторяется. То есть проверяем концовку восемнадцатого и начало девятнадцатого. Далее сыграли бас-бочку, затем играем первую открытую, очень коротко, и сразу же ударяем по второму ладу первой струны. Далее прижимаем шестую струну на третьем ладу и играем ее одновременно с первой открытой струной и при этом бас-бочка еще. Вот таким образом. Далее играем вторую струну на третьем ладу. Далее играем вторую струну уже на втором ладу. Одновременно с бас-бочкой. А далее играем хаммер по третьему ладу второй струны и пулов опять же на второй лад второй струны. То есть, опять же, вот такая пунктирная фигура. Вот последние три ноты в девятнадцатом такте играются опять же пунктиром. Не та-ра-ра, а та-та-та. Та-та-та. Давайте проверим. Конец восемнадцатого и начало девятнадцатого. Отлично, переходим в двадцатый. И это уже концовка нашей B-части. Буквально последний такт. Давайте разберемся с ним. Здесь мы будем работать в аккорде BM7 опять же. Прижимаем пятую струну на втором ладу, четвертую струну на четвертом и вторая и третья также на втором ладу баре. Будем играть одновременно бас-бочку с басом, с пятым басом. А далее коротко четвертую и одновременно вторую и третью. И сразу после того, как сыграли вторую и третью одновременно, сыграем опять же бас-бочку. Это очень похоже, кстати, на восемнадцатый такт. Точно такой, как был восемнадцатый, такой же у нас и двадцатый. То есть мы с вами это уже делали. Сыграли бас-бочку после этого аккорда, затем перешли в аккорд F-DES-M7, баре на втором ладу уже с шестой струной, то есть сыграли бочка, дальше шестая на втором ладу, затем аккорд, четвертая, третья, вторая на втором ладу, затем бочка вновь. Отлично! Это и была вся наша вторая часть, а именно четыре такта, на которых она и строится. Давайте проверим все это, начиная с конца пятнадцатого такта, вот с этой фигуры. С пунктирчика с нашего, да? И дальше играем еще раз все то же самое. Ясно, если на двадцатом такте опять же играем вот эту фигуру. То есть повторяем еще раз все то же самое, но на этот раз можно это сделать без бочки, если вам интересно так, то есть немножко разбавить звучание, сбавить, скажем, напряжение. Дошли до этого момента и дальше. Смотрите, как будем заканчивать. Что я делаю? Сейчас я нахожусь в двадцать четвертом такте, вот как он звучит. То есть сыграл барре на втором ладу, бас аккорда. Раз. А дальше короткий слайд. Играю вот так вот, просто барре начинаю вести в правую сторону, чтобы по струнам. Вот такой вот прикольный звук получился. И его я заканчиваю щелчком, выбросом по закрытым струнам опять же на четвертую долю. Давайте посчитаем. Два. Три. Четыре. Вот на четыре щелкаем. Давайте еще раз. Три. Четыре. И, друзья, хорошая новость. Дальше у нас начинается повтор. Все то же самое. Тихо. Друзья, вот хочу еще раз обратить ваше внимание. Вторая часть намного сложнее, чем первая. Здесь очень много хаммеров, пловов, таких сложных каких-то форшлагов и прочего. Поэтому давайте еще раз медленно для вас сыграю. Обязательно вместе со мной попробуйте отточить ритм. Можете медленно воспроизвести. Давайте попробуем вместе. Буду начинать с конца, вот видите, табы на экране сейчас, с конца шестнадцатого такта. Гречен. И, ребята. Смотрите. Друзья, и дальше, собственно, вы можете комбинировать первую и вторую части как вам, как душе угодно. По большому счету, эта песня строится только из этих двух частей. Можете добавлять бас-бочку, можете убирать ее, можете играть с перкуссией, без перкуссии и так. И иначе мы с вами разобрали, дальше проявите свое творчество. Я вас не ограничиваю в том, чтобы вы здесь уже подошли творчески к этому. Друзья, надеюсь, этот разбор был полезен для вас, у вас получится сыграть эту замечательную песню. Обязательно делитесь своими результатами в Инстаграме, отмечайте меня и буду вас постить всех к себе в сториз. А также вступайте в Telegram-чат, ссылку оставляю в описании, там целая комьюнити моих подписчиков и студентов. Ну и в группе ВКонтакте еженедельно проходит голосование, также принимайте участие в них. Мы выбираем песню, которую мы будем разбирать в следующих видео. С вами был Ваня Нучи, меня зовут Иван Захаренко. Друзья, увидимся в следующих разборах на канале Ваня Нучи. Подписывайтесь прямо сейчас. Всем хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok